Генри Линкольн Джонсон проходил службу в подразделении американского экспедиционного корпуса, которое состояло в основном из темнокожих добровольцев. В ночь на 14 мая 1918 года Джонсон и его сослуживец Нидом Робертс несли боевое дежурство на посту у городка Сент-Мену в Шампане. Плохо экипированные, неопытные и сонные, в два часа ночи они подверглись нападению со стороны немецкой диверсионной группы. Джонсону и Робертсу вдвоем пришлось противостоять натиску врага. Они под шквалом пуль и взрывами снарядов пытались не подпустить немцев слишком близко, забрасывая их гранатами. Робертс был ранен шарапнелью, и теперь все зависело только от его товарища, Джонсона. Их шансы выжить приравнивались к нулю. Генри Линкольн Джонсон получил пулевые и ножевые ранения в голову, лицо, бок и руку, но, несмотря на это, продолжал отчаянно сражаться. В конечном счете у него заклинила винтовка. Когда немцы приблизились к нему вплотную, он начал избивать их винтовкой, размахивая ею словно деревянной дубинкой. Джонсон впоследствии вспоминал «Я колотил их со всей силы до тех пор, пока не сломался приклад винтовки». После того, как немцы попытались взять в плен раненого Робертса, Джонсон в буквальном смысле озверел. Он достал длинный нож и принялся резать солдат, которые пытались забрать его товарища. В это время его руку пронзила еще одна пуля, однако это не остановило Джонсона. Одного вражеского солдата он ударил ножом под ребро, другого – в живот. Прибывшее на место подкрепления обнаружило его бессознание. С превосходящей группой противника Джонсон сражался в одиночку около часа. В ходе боя он убил четверых немцев и ранил 20. За это его прозвали «Черной смертью». За этот бой он первым из американцев удостоился французского военного креста и бронзовой пальмовой ветвью. Однако правительство США удостоило героя медалью «Пурпурное сердце» и крестом за выдающиеся заслуги лишь в 1996 году. 369-й пехотный полк, в котором служил Генри Джонсон, был создан из 15-го Нью-Йоркского полка Национальной гвардии. Он комплектовался американцами африканского происхождения. Из-за бытовавшего в те годы в США расизма белые американские солдаты не хотели сражаться бок о бок с черными, и прибывший во Францию 369-й полк поначалу вместо участия в боях занимался разного рода работами. Подобную точку зрения разделял и командующий американскими экспедиционными силами в Европе генерал Першинг. Стремясь иметь максимально возможную автономию для своих войск, он тем не менее с готовностью одолжил 369-й полк французам. Те, в свою очередь, не имели таких расовых предубеждений и были рады подкреплению. В составе 16-й французской дивизии солдаты полка получили французское оружие, каски, кожаные ремни и подсумки. Чернокожие американские солдаты отважно сражались. К концу Первой мировой войны 171 военнослужащий полка был удостоен военного креста или знака Ордена Почетного Легиона. Согласно историческим записям, Генри Линкольна Джонсона похоронили на Арлингтонском национальном кладбище со всеми воинскими почестями.